АС вал это пановое оружие, которое никогда не было ни в мете, никогда не было нон метой. Это оружие, которое использовало несколько стримеров, просто потому что они могут себе это позволить. Такие стримеры как рекрент, такие стримеры как тесте. Они использовали вал, потому что они могли играть с этим валом, так как не могут играть большинство людей. Так как у этого оружия мало патронов и при этом у него очень ужасный аимпанч. И при этом на расстоянии за 30 метров стрелять с него невозможно В упоре вы из него никогда не сделаете ПП-шку А если вы попытаетесь сделать из него ПП-шку Это будет уже не оружие, которое даже стреляет условно на 30 метров Это будет оружие, которое с огромным рекойлом стреляет на расстоянии в 20 метров То есть сейчас есть ПП-шки, которые на расстоянии 20 метров стреляют намного эффективнее Поэтому АС Вал всегда был фановым оружием Один всегда был хуевым оружием Это очень медленно, очень сильно трясуще, то есть рекойл Одина, это вне всяких похвал, люди, которые используют Один, земля вампухом Один никогда не был в мете, никогда не будет в мете, и он не отвечает ни единому требованию, которое нужно от пушек То есть, скорострельность и низкий рекойл У Одина этого не было, не будет, и очевидно, по вангварду никогда такого не произойдет М4 это нон-мета, это пушка, которая очень сильная, вы можете ее взять, и если, допустим, вы будете связаться с челами, которые играют не мета-вумеганами Вы будете с легкостью их перестрелить, потому что это хорошее скорострельное оружие с легкой отдачей, с небольшими минусами, если сравнить ее с колдвар пушками М4 это хорошая пушка Рам-7 это такая же нон-мета, но при этом чуть посложнее контролей Рам-7 это даже не вал, понимаете, при всей моей нелюбви к Рам-7, к его ужасной отдаче Эта пушка всегда была нон-мета, и с нее все всегда угорали, но даже в текущем виде это лучше, чем АС вал М13 это фановая пушка, 16 попаданий, ребята, 16 попаданий за расстоянием эффективной дистанции, этой пушкой нельзя никого убить Можно только насмешить, чел начнет смеяться, запнется и головой стукнется об асфальт Кила нон-мета пушка ебала в свое время, там в пятом сезоне, в шестом сезоне, по-моему, немножко было То есть пушка, которая требуется определенные условия, то есть это пушка, которую до определенного момента вообще не трогали До пятого сезона ее вообще не трогали, ни разу, но при этом в какой-то момент она вдруг стала сильной Потому что на фоне нерфов других пушек это стало неплохой пушкой FR-556 никогда не используется, пушки на отсечках в этой игре работали всего один раз При этом это были специфические пушки, которые добавили с обновлением колдвора, которые были имбовыми Несмотря на то, что у FR-556 можно сделать сингл-огонь, темпа стрельбы ему не хватает И несмотря на то, что пулька 1200 метров в секунду, урон с пульки 60 Хэдшот дает, ну, хэдшот может быть очень низкий И в принципе оружие очень-очень слабое АК-47МВ это сугубо фановая штука, которую люди могут использовать, ну так, чисто по приколу То есть это пушка, которая может перестрелять только ботов и челов, которые играют с каким-то там химиганами Которые либо на уровне с калашом, либо это что-то такое, типа Фал, это нон-мета, нон-мета фал по одной простой причине Пока его не бафнули, он сосал, как только его бафнули, он и бал, потом его опять занерфили Он опять стал нон-мета, ну типа, это пушка, которая может убивать, но при этом ему нужны очень такие специфические условия Но даже на фоне Одина фал значительно лучше пушка, потому что у тебя урон выше, чем у Одина АМАКС это нон-мета сейчас Его использовать, конечно, можно, но я бы не рекомендовал То есть на фоне МВ-шных пушек АМАКС прям проседает по скорости полета пульки Очень сильная пушка в свое время была, чисто нон-мета Вот АКС-47 Блэк-Опс, чисто пушка для разнообразия Для того, чтобы ему оказаться в метовом, ну вот в этой колонке, ему не хватает более легкой отдачи Потому что рекойл калаша, он действительно ужасный То есть, допустим, стоит чел на хэт-гличе, вы попадаете половину патронов То есть, вы целитесь ему в голову, вы попадаете половину патронов Вы ничего с этим не сделаете, потому что такой рекойл Вы не можете законтролить именно скачок прицела Они по порядку, кстати, просто в тир закиданы Не знаю, это, по-моему, просто раскиданы То есть, синие это аэрки, зеленые это ппшки, ну и так далее Так, Грау Грау это нон-мета, пушка, которая ебала в свои сезоны Ебала во втором сезоне, в третьем сезоне, в четвертом сезоне Потом ее понерфили и хоп У нас оказалось, что килокрутая пушка Грау чуть лучше, чем М13, потому что ей требуется не 16 попаданий А, по-моему, 13 попаданий за расстоянием эффективной дистанции Это очень долго Ан-94 никогда не используйте Отвратительная пушка по всем параметрам Скорострельность плохая, скорость полета пульки плохая Урон всратый Ни единого плюса у этой пушки не было ни на релизе Ни, в принципе, с течением времени игры FFARP нон-мета пушка, которая раньше ебала Которую просто занерфили И теперь это Просто средняя нон-мета пушка Которая уступает по урону И отдаче пушкам, которые стоят чуть выше Кубы Z сейчас является нон-метой пушка Нон-мета пушкой Потому что у нее Достаточно всратый рекойл Но при этом у нее хорошая скорострельность Хорошая мобильность То есть по этим параметрам Ее можно взять, допустим, под снайперку Если в определенных сборках Вы можете взять кубы Z И поиграть с кубы Z Крик, несмотря на то, что его занерфили Сейчас является метаганом Его берут почти 15% игроков Очень сильная пушка Контроллеры на нем ебут И с этим особо ничего вы не сделаете XM4 Я бы сказал, что это пушка для разнообразия Потому что рекойл у нее тоже Как и у кубы Z Вот, гроза Я бы вообще ее кинул в мет Ой, фановое оружие У нее непонятный абсолютно урон То есть, несмотря на то, что это Достаточно скорострельная AR У нее отвратительная отдача Уродская мушка Ее невозможно собрать как нормальную AR Невозможно собрать как вспомогательное оружие Урон у нее нестабильный Ты никогда не знаешь, что с ней делать А фара для разнообразия Пушка, которая дамажит очень хорошо Если ее контролить, она и заливает неплохо Но, есть одно большое но Сборка для фары Она подразумевает использование последнего ствола Агентского ПБС И обязательно рукоятки Крик можно собрать без рукоятки Из-за этого она становится легче То есть, он становится чуть мобильнее В то время как фаре, если убрать рукоятку У вас отдача, вот эта семерка обратно То есть, у РАМ-7 семерка такая А у фары семерка такая Понимаете? То есть, в разные стороны семерка загибает Вот, фара дамажит хорошо Но она медленная То есть, она по скорости прицеливания Очень сильно уступает тому же самому Крику Ц-58 до сих пор хорошее оружие Чуваки на клавомышах его активно используют Чуваки на контроллерах используют его значительно реже Но, в основном из-за того, что ему чуть-чуть понерфили горизонтальную отдачу Все еще сильное оружие Скарт всегда был всратым оружием Чисто, дать, челам в носу поковыряться Итого мы имеем две метовые пушки И четыре пушки из Аэро для разнообразия Нон-метовые пушки Это большинство пушек, которые уже были в мете То есть, М4, Кила, ФАЛ, АМАКС, ГРАУ, ФФР Это все пушки, которые занерфили И они стали просто средними То есть, на фоне вот этих пушек И даже вот этих пушек Вот эти пушки в большинстве своем проигрывают Они выиграют только при условии Если вы начинаете первым стрелять И при этом вы еще и контролите хорошо У ФАРы долгая перезарядка У ФАРы долгое прицеливание И при этом не самая приятная отдача МП-5, колл двор, ребята Это мета Стопроцентная мета Пушка, которую сейчас можно до сих пор использовать Очень мобильная ПП-шка Очень хорошо дамажит Очень хорошая скорострельность Много патронов По всем параметрам Это отличная метовая пушка Страйкер Никогда не используйте Абсолютная помойка Никогда никем не использовалась Патронов мало Скорострельность плохая Единственное его преимущество Это урон на дистанции Которые нахуй не надо Для пушки подобного плана МП-5 МВ-шная Я бы ее скорее кинул Даже в нон-мету Но сейчас есть вот это Десятимиллиметровые И с ними можно использовать То есть можно В некоторых сетапах можно использовать То есть с десятимиллиметровыми Это не самая подвижная ПП-шка Но типа использовать можно Пенник чисто пофанится Оружие, которое типа делает Тр-тр-тр-тр Нет, оружие, которое делает Брррр И перезарядка Две с половиной секунды Или там даже четыре секунды Короче, очень долгая перезарядка При этом Преимуществ у него очень-очень мало Иса Я бы даже кинул его сюда Но здесь прям совсем плохие пушки Иса это скорее фановая штука Тоже Это примерно такая же пушка Как и соответственно феник Это ну Это фактически идентичные пушки По скорострельности По урону По всей вот этой теме У них всратый рекойл У них долгая перезарядка Ужасно То есть ну Типа это чисто пофанится Она дамажит Но в большинстве ситуаций Вы просто пососете Пососете С этой пушкой ПП Бизон Несмотря на то, что является Практически идентичным Оружием С Балфрогом Является Ну фановой пушкой С земли В некоторых сезонах Была неплохая штука Но Никогда в мету не заходила Никогда не было сильной пушкой Это просто ну типа Пушка можно использовать Но если на земле валяется Узи на 41 Ну на 40 На 0,41 АЕ Не знаю что это такое АЦП или что это там такое Короче В чем прикол этой УЗИшки Она дамажит Ровно на одном отрезке От 20 метров До 35 метров Это дистанция На которой УЗИшка На вот этих патронах Доминирует Над ППшками И доминирует Над АРками Потому что Больше урона Скорострельность нормальная Скорость полета пульки нормальная И при этом Урон хороший И в голову хороший Но За пределами 35 метров Любая АРка Ее перестреливает На дистанции До 18 метров В любая ППшка Ее перестреливает Потому что Скорострельность говно На дистанции На 30 метров И далее У вас будет рекол Такой Как на Одине Только при этом Еще и Быстро Все это будет происходить УЗИ Ровно такая же Скорее фановая штука То есть Ну Использовать ее Нет ни единого Ни единого Ни единого Варианта Зачем ее брать Не знаю Чисто пофанится П90 Точно такая же Никогда Мете не было Урона мало Подвижности мало От бедра Така лупит нормально А МП7 Это нон мета Которая была метой В определенных сезонах Просто сейчас Ее преимущества Они Не кажутся Такими значительными Как в прошлых сезонах То есть МП7 Имеет даже В стоке 40 патронов У нее нет Отдачи от слова Совсем Урон На любой дистанции Достаточно достойный То есть Шутка Шутка ли Но Урон МП7 Равен Урону МВшного Калаша На расстоянии МВшного Калаша На пятерках На расстоянии 25-20 метров То есть Там урон Падает Настолько сильно Что ты такой И проще взять МП7 Потому что Преимуществ У ПП Значительно больше Это спринтаут Тайм Это скорость Прицеля Это стрельба От бедра Это количество Патронов По всем параметрам Зачем Лучше Аук на девятках Он сильный Но Никогда не был в мете И никогда в ней не будет Потому что мало патронов И при этом Очень Неприятная Отдача Аук на пятерках Был имбовым В свое время Но он Очень Медленный И при этом Использовать его Нет практически Никакого смысла Опять же Из-за Отдачи Нейлган Очень сильная Пушка Но Чисто Пострелять Земли Я бы тоже В фан Закинул Ппш Нон мета Был сильным Его понерфили Стал слабым Балфрок Сейчас является Метой Под снайперки Очень хорошая Пушка Дамажит Достойно Особенно Если вы стреляете В голову Мак-10 Все еще является Метой Сколько бы его не нерфили Все равно Очень мобильная Очень Дамажная Очень 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 Во всех параметрах Вот и с 9 Лучшая Ппшка на данный момент Единственный Минус Это Количество Патронов Потому что Стирает Очень Быстро Ксп Чисто Рофф Лаган Нет смысла Использовать Единственное Преимущество Этой Ппшки Это Если вы попадаете 2 бурста В голову Вы убиваете Промахиваетесь Одной пулькой Умираете ЛЦ-10 Нон мета Был метой Был хорошей пушкой Занерфили Стал говной АК-74у Чисто фановая пушка Достаточно Медленная Именно по мувменту Достаточно Плохая По урону Чисто Ну так Порофлить Милана Нон мета Был сильным Причем Был сильным Настолько Что Перестреливал АРки Из Вот этого Грейда Мог посоревноваться Даже с Кригом Ставишь Х3 Просто Лазером Стреляешь И все М91 Это Мвшный Никогда Не использовали Скорость Полета Пулики Говна Использовать Эту пушку Нет Ни единого Вообще Нет Ни единой Ситуации При которой Ты бы Подумал Такой М91 Пиздатая пушка Пушка Говна МК Бруин Бруин В определенных Сборках Имбовал В прошлых Сезонах Сейчас Ему Не достает Мобильности Чуть И при этом Рикойл У него Относительно Всратый Особенно На этом На магазине 60 патронов МГ Это пушка Для разнообразия Ее Ее до сих пор Даже после нерфа До сих пор Используют Некоторые Про игроки Например Такие как Айзен Ну Стак Айзена Играет С МГшкой Наши русские Чуваки Начинают потихоньку Его использовать Типа Его можно Использовать Но Из-за Отдачи Очень Ты очень Сильно режешь Себе Некоторые Моменты Особенно Когда чуваки Хэтгличат То есть Сильные Челы На Хорошем Уровне Игры Они Ну В кастомках Они Зачастую Не дают Тебе Стрелять По себе Фул Фул Бадди И ты Не сможешь Просто Применить Ее Но при этом По челам Которые бегут В опенах По тачкам И так далее Очень крутая Пушка Заливает Прям Мам Не горюй М60 Это Пушка Которую Никогда Не стоит Использовать Пушка Говна Стоинер Ребята Это Мета Это Очень Охуенный Ган Сейчас Его используют Большинство Киллрейсеров Играют Стоинер Плюс ОТС Допустим Тот же Джукис Те же самые Ленуны И так далее Играют Стоинер Плюс Соответственно ОТС Очень сильная Сборка Причем Собирают Они его Не стандартным Способом Через Глушитель Агентский Они ему Ставят Глушитель На скорость Прицеливания И Рукоятку На скорость Прицеливания Для того Чтобы он Быстрее Входил Прицел РПД Чисто Единственные Моменты Которые Я видел С РПД Это когда Читер В мушку У реклента Убил В ролике Где у него Было Четыре Читера Подряд Фин Чисто Рофла Пушка Ни Единого Преимущества Нет Второй Тоже Засунем МГ 34 Чисто Фановые Несмотря на то Что у Ни Хорошие Показатели У нее Очень Ужасная Отдача Чисто Фановая Пушка ПКМ Фановая Пушка Несмотря на то Что По всем Показателям Это Бруин Но из-за того Что там Вот это Вот эти Яйца Висят Которые Перезаряжаются 6 секунд И сам По себе ПКМ Очень Медленный Эта Пушка Чисто Встать На упор И рофлить С новым Перком Кстати говоря Из СМО Можно Прям Грязь Сделать Но Опять же Это Ребята Так Чисто Пафанится Дальше Холгер Никогда Не Используйте Никогда Не Использовался Ужасная Пушка Никому Не На До Найс у меня Стрим Упал Не Знаю Стрим Упал Так Упала Где-то На этом На ПКМ ПКМ Фановая Пушка С новым Перком Прикольно Но Опять же Она очень Медленная Проще Взять Бруин То есть Вы можете Взять Бруин Точнее Наоборот Короче ПКМ В текущем Увиде Это Не Понерфленный Бруин Если бы У него Не было Этой Как эта штука Называется Модуля Вот этого На 60 Патронов Вот С новым С новым Перком Просвечивающим Прикольно С СМошкой Со всей Этой Штуковиной Холгер Я тоже Кинул Никогда Не Использовать Отвратительная Отдача Ни при Ни при каких Условиях Эта пушка Не была В мете Не может Быть Ее Даже По фану Использовать Невозможно Просто Пушка Говнушка Са 87 Чисто Фановая Штука Я ее В какой-то Момент Использовал Она нормально Дамажит Ну там Типа 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 Не используйте Ебр 14 Толку От нее Нет Единственный момент Когда я Кстати Играл С ней Это был Когда был Чертеж Который Ваншотил Вот МК-2 Карабин Точно Такая же Пушка Чисто Рофлаган Никогда Его Использовать В Warzone Не получится Потому что Какой смысл Кому это надо Кроссбол Ну это Это уже Фановое Оружие С ним Только Фанится Это Именно Фановое Оружие То есть Есть Потенциал Ваншота Можете Поугарать Играть Можно Тайп 63 Это Нон Мета Как и ДМР 14 Пушки Которые При определенных Условиях Могут стать Сильными Но Их Понерфили Потому что Они уже Ими Были Ауг Точно Такое Же Оружие М16 Точно Такое Же Оружие То есть Это Буквально 4 ДМР Которые Были Метовыми В течение Определенного Времени Потому что Это Пушки Из Другой Игры И В реалиях Warzone Они Доминировали Карф К сожалению В эту Штуку Не Залетел Я бы Карф Вообще Не Использовал Потому что Это Достаточно Необъективно Наверное Скором Поэтому Ладно Фаново Закинем R1 Shadowhunter То же Самое Что И с Обычным Crossbow Чисто Фановое Оружие Записать Ролик Поугарать СКС Вот СКС В отличии От EBR Это Что-то Очень Похожее На ДМР 14 Но Отдачу Чуть Сильнее С ней Можно И с ней Можно Играть То есть Это Знаете Она Сейчас Дамажит Как старая ДМР 14 Но Из-за Отдачи Попадать Будет Очень Тяжело А еще Там 40 Патронов Чисто Поугарать В свою очередь EBR 14 Обладает Еще Больше Отдачей При этом Плюсов У нее Как у СКС Даже Нет У нее По-моему 15 Или 20 Патронов У СКС 30 Можно Вот СПР Очень Слабая Снайперка Я бы На самом деле Закинул В нон Мету Потому Что Сюда Можно Закинуть Вообще Все Снайперки Которые Сейчас Не Являются Метовыми И при этом Единственный Их минус Это Скорость Прицеливания То есть Может Призойти Может Прийти Момент Когда Они Такие Решат Хм А давайте Сделаем Снайперкам Всем Одинаковую Скорость Прицеливания Не знаю Зачем Но Могут Сделать Так То есть На Вторых Лапуа У нее Скорость Прицеливания Как У Эйджи Арки Есть Смысл Использовать Эсперку Сейчас Нет Это Чисто Нон Мета Штуки Которые Когда То Были В Мете Был Момент Когда С Эсперкой Играли Особенно Когда Она Была Багован Но Типа Мне Она Особо Не Нравится Чисто Нон Мета Коряг Мета На Все Времена Совокупность Его Каких Достоинств Она Максимальная Вы Спокойно С ним Играйте И В Уз Не Дуйте Пеллингтон Нон Мета Хотя Я Даже Фановую Закинул У него Несмотря на то Что У Пеллингтона Есть Преимущество Скорости Прицеливания Скорости Полета Пульки И так Далее У него Дичайшая Им Панч И При этом Неудобная Сетка Прицела Своя Ужасная Пушка ЗРГ Нон Мета Достаточно Прикольная Пушка Пулька Летит Очень Быстро И Дамажит В самом деле Она Достойна Но Скорость Прицеливания Оставляет Желать Лучшего Плюс Опять же Сетку Ему Когда Поменяли ЗРГ Стало Играться Намного Приятнее Свис Мета Даже Не для Разнообразия Большинство Сейчас Снайперы Делятся На два Типа Как бы И Нам Конечно Поебать На Оба Соответственно Ты Либо Берешь Кар Либо Берешь Свис Преимущество Свиса В том Что У него Чуть Больше Зум И Больше Урон Если Ты Попадешь Не В голову Допустим А В шею Или В туловище Мг 82 Никогда Не Используйте ЛВ Тундра Это Чисто Фан Оружие Если Вы Дед Вам Заебись Скорость Прицеливания Такая Что Вы Успеете Покурить Кинуть Дым И Ну Еще И Затянуться Вот Ах 50 Но Мета Когда Ты Использовался Сейчас Использовать Его Нет Никакого Смысла Но Опять же По Совокупности Характеристик Он Мало Чем Отличается От ЗРГ Или СПР Райтек Такая Же Пушка Никому Не Надо Вышла Сняли Ролик Закончили Драгунов Если Бы Здесь Была Галочка Вот Я Знаю Я Сейчас Прямо Сейчас Сделаю Ни единой Нахуй Нет Ни единой Вселенной По которой Путешествует Доктор Стрэндж Где Драгунов Был бы Вменяемой Пушкой В Warzone Ни единой Вселенной Но Визуально Мне Драгунов Нравится Нет Эта Штука Чисто Для Драгунова Братан У Драгунова Вообще Нет Ни Одного Преимущества У него Отдача Вот Такая Типа Ты Подстреляешь Бам Блять Бьешь Себя по носу В этой Пушкой Ужасная Хрень Так HDR Это тоже Нон мета Ее используют В свое время Очень медленная Пушка Ну Собственно Это единственный Минус То есть У нее Прикольный Зум У нее Все Все Круто Но Как бы Все Вот эти Снайперки Они Просто Медленные По сравнению С мета Их Нельзя Использовать Даже Для Разнообразия Хотя Вот Я бы ЗРГ Для Разнообразия Поставил У ЗРГ Скорость Прицеливания Где-то Между Вот СПР ХДР И Кореком Свиса Вот Я Даже Для Разнообразия Поставил Так Стрит Свиппер Нон Мета Его Использовали Но Он Такой Типа Слабенький Хауэр Не Используйте Не Это Не Форт Найт Ребята Был бы Форт Найт Крутая Пушка Для Форт Найта Галу Мета Мета На Которую Все Но Это Ужасное Оружие Ужасное В смысле Ебнутое Просто оружие ВЛК Роук Это Чисто Фановая Пушечка Во времена Когда она Лежала На земле Она Могла Под усиленными Ваншотить А так Она Убивает За два Выстрела При этом Стреляет Чуть Быстрее Чем Хауэр Ну И Соответственно Вы При Определенных Условиях Могли Убивать С Зажигательными Патронами В свое Время Тоже Нормально Дамажит Но Опять же Вам Не нужны Зажигательные Патроны Если За время Пока Выстрелите Два Раза Со Стридсвипера Или Голову Выстрелите Три Нет Смысла В этом 725 Чисто Фановая Пушечка Добавит Поставить Жаканы Пострелять С этого Пострелять Со Знайперским Прицелом Чисто Угарная Пушка Р9 Но он Мета Которая В свое Время Был Просто Йоба Йоба Боба Сетапом То есть Вот Как раз Кила Р9 Сильнейшая Мета Пятого Сезона Ориджин Точно Такой Же Прям Тоже Сюда Отправляется 680 Тоже К Хауэру Ребят Был бы Это Фортнайт Вот Эти Две Пушки Были Боем Бой Сейчас Это Пушки Говнушки Жак 12 Чисто Фановая Пушка По Простой Вот Получилось Ребята Мета А Сейчас Мы Посмотрим Какой Мет Какой Этот Какой Лист Сделали Вортексы Просто И серьезно После того Как я Когда я увидел Что они поставили М13 В мету Я понял Что я буду Не согласен Я буду Не согласен Очень Сильно Так Стоит Тег 9 Сх9 Е М2 Рау А Ну Давай Слушай Давай Это Ну Так Обозначим Куда Бо Я Отправил Тег 9 Я бы Поставил В Разнообразие Она Дамажная Она Быстрая Но Отдача У нее Такая Типа Ну Собственно Вот Как Калаша То есть Там Отдача Ужасная 48 Патронов Это Много Еще Есть Проблема Опять же Ну Это Чисто Побосс Пушка Побегать В Соло Режиме Там Или В Дуо Режиме Когда Вам Не важна Победа Потому Что Глушака Нет И Несмотря На То Что Вы На Карте Не Отмечайтесь Ребят Ну Когда Вы Слышите Эту Трещотку Вы Можете Повернуться В Ее Сторону И Вы Поймете Что Чел Рядом С Все Так Это Так Най Вот SX9 Это Фановая Пушка Я бы Ее Отправил Сюда То SX9 Это Что На Уровне Феника Иса И так Дальше Типа Потенциально Сильная Но Она Настолько Медленная Именно В Мувменте Во всех Вот Этих Параметрах Которые Сейчас Очень Важны То SX9 Это Чисто Это Чисто Такая Пушечка Ем 2 Я Я бы Ее Поставил Для Разнообразия Ее Можно Собрать Так Чтобы Она Была Более Менее Но У нее Будет Опять Же Рикойл На Уровне Калаша Рикойл На Уровне Калаша Означает Что Вы Не Можете Нормально Стрелять По Хэт Гличерам Чуваками Которые Сидят Вот Смотрят На Вас Лбом И Стреляют Вас Будете Попадать Одну Пульку И Грубо Говоря Будете Резать Свои ТТК В Два Раза Это Непростительно Ну И Раал Это Пушка Которую Никогда Не Нужно Использовать Нет Ни Единого Ни Единой Вселенной Где Раал Был Был Быс Сильным То Пушка Очень Слабая На Уровне Холгера М91 И Скорострельность Низкая Дамаги Не Хватает Наоборот Дамаги Там Дахера Но Из-за Скорострельности Как бы В одну Пульку Промазали И Умерли Это Очень Сильно Влияет На Мету В В Зоне Поэтому В Мете Всегда Пушки Которые Очень Очень Скорострельны Либо Убивают За Два Выстрела Такие Дела Вот Так Короче Выглядит Окончательно Этот Пистолет Ребята Я Кстати Не Рассматриваю Вообще Потому Что Пистолеты Сейчас Используют В двух Вариантах Либо Это Акимбо Затычка Для того Чтобы Взять Ранний Призрак Или Взять Ресток Акимбо Затычка Это М19 Это Ринетти Это Диамати И так Далее Вот Так же Можете Взять Соло Ствол Вы можете Взять Амп 63 Соло Вы можете Взять Соло Диамати Это Будет Хорошая Затычка Для того Чтобы Взять Ранний Призрак И Ранний Ресток То есть Это Пушка Которая В упоре Разрывает Типа Убивает Очень быстро Диамати Убивает С двух Трех Бурстов Типа Два Бурста Если В голову Залепить Залепить Один Вы Убиваете Инстом Чела Но Это Расстояние Буквально 8 метров Поэтому Это Пушки Буквально На 8 метров Амп Точно Такой Типа Автоматически Вот Тут Еще Баф На 30 Патронов Он Очень Хороший Но Это Чисто Затычка Для Того Чтобы Взять Ранний Перк Цыков С барабаном Убачи Балдеж Нет Братан Типа Это Пушка На уровне Джак 12 Типа Ты С ней Не Двигаешься Сегодняшней Мете Ты Не Можешь Не Двигаться Все Погнали Смотреть Пацанов Из Вортексов Типа